Мы, белорусы, часто говорим о своей померковности, рассудительности и даже этим гордимся. Мы культивируем у себя столетиями способность маскироваться и не высовываться, способность подстраиваться под обстоятельства. Поэтому с особым уважением я отношусь к тем людям, к тем белорусам, которые готовы идти наперекор обстоятельствам, которые готовы доказывать свою правоту, свое право зваться людьми, свободными людьми. А слухи про Бойко и про Ахметово, губернатор один, другой, это все на сенитницах или Кремль наставит? Слушай, нет, я думаю, что Кремль против. Я думаю. Мы эти вопросы никогда с Кремлем не обсуждаем. Мы бы когда-то и белорусское поставили это вопрос. Вот так для різноманитности. Вы таки веселые. Вы, критичные журналисты, отримали вопросы на своем видео? Я думаю, мы позлили немножко президента. Позлили, уже хорошо. Ну так требуешь триматься. А в чем хорошо? В чем хорошо? Он задержал, вот думает, а вы его злите. Зачем? Нет, ну ему пытались устроить теплую ванну, но мы пару ведер льда туда закинули. Да, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. На канале TVI новая программа «На ночь глядя» с Павлом Шереметом. Или «Проты ночи» с Павлом Шереметом. Хотя мне больше нравится комбинированный вариант. Павел Шеремет против ночи. Вы жадный человек или нет, Борис Михайлович? Я очень нежадный человек. Я могу сказать, человек, который в России занимается оппозиционной деятельностью, обречен на то, чтобы терять деньги. В знак нашей дружбы предлагаю поменяться часами. Не буду. Почему? Потому что... У нас хорошие часы. Нет, я вам объясню, потому что у вас часы не серфовые, не кайтовые. Откуда вы знаете? Да потому что я знаю ваш образ жизни, я знаю. А может, у меня какие-то гламурные часы? А мне не нужны гламурные. Я не гламурный совсем. Технические, очень серьезные. Нет, я вам эти часы не отдам. Не буду я вам давать часы, поскольку они абсолютно вам не нужны. Почему это нам нужны? Потому что вы серфингом не занимаетесь. Начну. Кайтом не занимаетесь. Дайвингом не занимаетесь. Вы ничем... А эти спортивные лучшие часы, которые меня спасали, в том числе и ветер, и шторм. Вы что хотите? Чтобы я в следующий раз не пришел к вам в студию, что ли? Я хочу, чтобы меня тоже что-то спасало в ветер и шторм. Раз вы такой неуступчивый, жадный человек. Это не жадный. Я вам просто подарю. А я вот вам подарю часы, понимаете, тоже спортивные, между прочим. Видите, какие их можно и на руке, если вы под водой, и на груди, вот можно, понимаете? Что это такое? Серьезный механизм, понимаете? И секундная стрелка, и светятся, светятся, между прочим. Ну и все, у нас в эфире был лидер российской оппозиции Борис Немцов. Который уносит из нашей студии наши прекрасные часы. С супер механизмом. Господи, сколько же осталось ему минут жить-то? Даже не понимаю. Удачи вам в борьбе за свободу российского народа. Спасибо. Мы с вами. Он вообще издевает. Вот уехал в Киев, а теперь издевается. Многие коллеги, мои друзья, журналисты, обижаются, что от вас не дождешься ни конфеты, ни киевского торта. И вы сегодня, кстати, пришли к нам без конфеты, без киевского торта. И, в принципе, это прекрасная фабрика Рошен, она не рекламируется на канале ТВА. Но мы, Петр Алексеевич, люди не жадные. И что бы ни говорил наш коммерческий отдел, я не могу удержаться и не... Это уже киевский торт. Да, и не... Нет, не киевский торт. Петр Алексеевич, это не киевский торт. Киевский торт прекрасен. Это ромовая баба. Петр Алексеевич, за ромовую бабу я прощу вам все. И Ющенко, и Тимошенко, и даже Януковича. Я готов простить вам за эту прекрасную ромовую бабу. Зачем вам это нужна политика? У вас так все прекрасно получается. Может быть, вам сконцентрироваться на этом деле? И дарить радость людям? Конечно, хочется как-то с осуждением спросить у вас, как вы там могли в этом Беловежье развалить великую страну, Советский Союз. Но действительно, уже миллион раз об этом говорили. Поэтому только один вопрос. Ну, все-таки вы пили там Беловежскую площадь? Пили, конечно. И что вы там пили? Пили Беловежскую. И до того, как подписали, или после? И до, и после. Вот что значит белорусская школа. Перестаньте сконталить. Здесь не Белоруссия. Понимаете? Здесь с порядком пока проблемы. И слава богу. Понимаете? А то уже приехали белорусы из концлагеря, вырвались и уже ходят. Так что такое? Почему здесь нет парадка? Ну-ка быстро проинформируйте нас, что здесь происходит параллельно. Что в соседней комнате? Что где? Не могу понять. Я белорусская демократка, требую порядка. Смотрите. Еще мы заходим. Еще все нормально. Хлопцы стоят. Крепкие такие. Это силовое прикрытие наше. Они здесь сидят, прячут свои лица. Они скромные люди. На самом деле. Но они защищают нас от разных подонков, я так понимаю. Или пришли с подонками. Но поскольку они прячутся, видимо, они пришли с подонками. Ну, это такая их работа, понимаете. А, иностранцы. Да. Ну, аж какая. Каждому воздастся по заслугам. Ну, это просто рядовые солдаты всяких банд рейдерских, которые захватывают. Иду темными коридорами. Чувствую запах, который меня здесь окружал. Запах творчества. Вот это наше аппаратное. Здесь ночи напролет мы монтировали нашу прекрасную программу. Это Илона. Илона Довгань. А что это такое? Это программа «Прот и ночи» с Павлом Шереметовым. У вас уже выкрасили с эфиром. Вы же мечтали появиться в этой программе. Вы же мечтали, чтобы я задавал вам какие-то провокационные вопросы. Николай вам просто не казалось, я думаю, она не звертала. Но теперь, когда мы находимся в критических условиях, когда фактически в боевой обстановке, знаете, а война, она же все списывает. Можно уже как бы не держать себя в руках. Можно уже как-то не сдерживать свои чувства Илона. Можно я вас поцелую? Мамочки. Спасибо. Вот вы видите со спины. Мы всех показываем со спины. Вот это Мустафа Наем. Да, на улице. Что случилось? Шухер. Какой-то шухер. Мы все выходим почему-то на улицу. Наверное, готовится штурм канала. А что будет происходить на улице? Нам будут давать установки. Какие установки? Глуканам. Противоракетные или какие-то противовоздушные установки? Если есть лишний гранатомет, я возьму себе гранатомет, как настоящий партизан. Запомните, сфотографируйте Лысину Мустафы. Одного из тоже революционеров. Вот что-то у них серьезные переговоры. Смотрите, уголовное дело уже возбудили. Будут таскать вас на допрос, пожалуйста. Будут таскать на допрос. Про меня, пожалуйста, говорите, что я был хороший, добрый, не курил, матом не ругался. Хорошо? Так и сделаем. Я тоже про вас скажу всю правду, что вы были добрый, хороший человек. Хорошо, спасибо. На память я захватил с собой эту китайскую печенюшку. Внутри этой китайской печенюшки, как вы знаете, есть пожелания, секреты. Сейчас я проверю символически, что же я вынес с канала TVI и какое пожелание вот в этой китайской печенюшке. Я люблю сладкое. Ммм, так вкусно. Ну что ж. Застосовывайте, это что? Применяйте. Применяйте. Ну вот, я вытащил из китайской печенюшки пословицу, написанную на украинском языке. И я, как белорус, сейчас ее прочитаю. Застосовывайте ваши новые знания кожен день. И что, собственно, я и делаю. Я каждый день применяю свои новые знания. За последние два дня, во время этого рейдерского захвата, у меня появилось столько новых знаний, что надолго хватит. Слава Украине, героям слава! Живи, Беларусь! Слава Украине! Продолжение следует...